Протесты с новой силой охватили регионы. Народ бунтует против многовластия шавок. По всей стране происходят массовые задержания. Царёк готов натравить своих шавок на восставших. В стране становится всё больше людей, которые открыто выступают против Плешивого. Активисты из Новосибирска не побоялись выйти против узурпатора. Один из них заявил, что вышибет чекиста из власти может только мощный революционный взрыв. Друзья, давайте же выведем ролик в топ. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Делайте репосты, так как многие не понимают, что же происходит в стране. Кремлёвским плевать на народ. Помогайте доносить правду. Ваша помощь очень нужна. Засевший в Кремле убийца и военный преступник начинают вызывать у меня восхищение. В умении изящно разводить ему не откажешь. Это же надо так провернуть свои протесты, что некоторые до сих пор не могут очухаться. При этом кремлёвский пахан заботится с телека о народе. Всё, что делает Путин, он делает исключительно для сохранения во власти себя лично. Ибо длинный шлейф, совершённый Путиным кровавых преступлений, актов массового индивидуального террора, исключает для него какие-либо иные гарантии сохранения не только свободы, но и жизни. Никогда не нужно недооценивать врага. Представлять его более примитивным, чем он есть на самом деле. Кремлёвский пахан, конечно же, намерен удерживать рычаги реальной власти столько долго, сколько будет возможным. Он ведь имеет реальные основания опасаться, что без него окружающие его ничтожества просто не справятся. Не смогут довести до конца начатое и великое дело. Путин 20 лет целеустремлённо выстраивал политическую систему, обеспечивающую несменяемость властной элиты. Путин думает не только о своих личных, но и о его общих интересах. Конечно, сам пахан добровольно сам не уйдёт. Сегодня вышибить из власти Путина только может мощный революционный взрыв. Пока этого взрыва удается избегать, Ничто не угрожает ни личной власти Путина, ни созданной им системы правового шулерства. У российской власти много грехов. И вороватая она, и продажная, и туповатая, а ещё крайне надменная по отношению к тем, кому якобы служит. Вот этот последний грешок, хотя они этого сами не понимают и даже грехом не считают, он для этой власти самый опасный, потому как первые три наш сосрадательный народ может и простить. Во время выборов власть выходит к народу и с ним на равных общаются, а то и каются, и обещают исправиться. Врут, конечно, но не о том речь сегодня. Речь о показательном пренебрежении власти к народу. Но не о том речь сегодня. Речь о показательном пренебрежении власти к народу. Примерно таком, какое случилось в Хабаровске. И вот такие вещи не забываются и не прощаются. Напомню, в чём оно выразилось. Сначала сняли выбранным народом губернатора. Закатали в машину и показательно похлопали ладошкой по голове. Затем проигнорировали возмущённое выступление народа, параллельно не забыв палить его своим пропагандистским дерьмом. Потом прислали какого-то молокососа из мальчиков Жириновского, причём именно из Москвы, против которой выступали люди. И вот теперь этот перец с мажорскими замашками начал рассказывать жителям, что такое хорошо и что такое плохо. То есть каждое действие сознательно выражало именно надменное пренебрежение к мнению хабаровчан. Я, кстати, совсем не удивлюсь, если это делалось неосознанно, а по привычке. И тех, кто участвовал в митингах, и тех, кто дома сидел. Власть сознательно проигнорировала любое мнение, сказав, мы здесь власть, нам и решать. А вы идите, работайте, агенты госдепа, и не забывайте нам налоги платить с заработанного. Вот это многократно повторённое оскорбление Хабаровск уже не забудет и не простит. Судьба этого банного клоуна на посту губернатора будет однозначно печальна. И, наверное, закончит его стремительную карьеру. Рейтинг дряхлеющего альфа-самца там тоже ушёл в ноль. Хабаровск вдохновил многих. Протест по всей стране набирает ещё большую силу. А дальше остаётся только один вариант. Силовой разгон протестующих, последствия которого будут далеко идущими. Можно ли было избежать всего этого? Конечно. Причём довольно просто. Всего-то и надо было не побояться выйти к людям. Конечно, это неприятно. И гадостей в запале в лицо наговорят. И в рожу лоснящуюся плюнуть могут. А то и помидорами закидают. Но появится уважение за смелость. За поступок. А с уважением и надеждой на конструктивный диалог. Народ у нас отходчивый. И я бы сказал, даже слишком. Но, как мы видим, ни бункерных карлик, ни его прихвостни отказываются идти на диалог с народом. Видимо, совсем от простого народа отвыкли. Всё верно. Небарское это дело. С холопами общаться. Чем такая надменность их предшественников заканчивалась в прошлом? Они, видимо, забыли. Ну что же. Раз забыли, урок стоит повторить. И последнее, но немаловажное. Куда мы катимся? Что впереди? Русские, как нации, скоро перестанут быть в России большинством. А почти всё производство и нацбогатство уже сейчас принадлежат американцам. Заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Зюганов упомянул о Китае. К 2021 году в этой стране не останется тех, кто живет за чертой бедности. А к 2026 году станет мировым лидером, оттеснив США на задворки. Таков официальный план коммунистической китайской партии. А ведь они этот план выполняют. А что в России? А у нас по-прежнему жалких 2-3% прироста годового ВВП. И те непонятно, то ли правда, то ли манипуляция цифрами. Ради красивого словца. А китайцы имеют 7,5% роста. Многие установки Путина не исполняются. И причина отсутствия жесткой персональной ответственности. Давно можно было многие вопросы решить. Глава КПРФ привел в пример ситуацию с реформированием. 4 миллиарда выделяется на Академию и ученых. А 80% на Федеральное агентство научных организаций, которые ничего не соображают в науке и распределяют деньги не кому нужно, а близким и себе и так далее. И это ненормальная ситуация. Также нельзя молчать о том беспределе, который творит Единая Россия. Ну вот, прошли выборы ЕР, которые прошли, кстати, нечестным путем. И что мы имеем? Что получил народ в результате выборов? Нет ни стабильности, ни развития. Их не может быть нищающей стране с деградирующей экономикой и социальной сферой. Ситуация связана с тяжелым материальным положением работающих граждан, которое усугубилось еще в 2017 году. Кроме того, по овальному обещанию сопутствует вопиющее социальное расслоение, в то время как 80% граждан вынуждены прозябать в бедности или в полной нищете. 200 богатейших советских олигархов владеют состоянием, которое суммарно составляет 460 миллиардов долларов. Это в два раза превышает российскую часть бюджета. Продолжение следует...